За прошедшие шесть дней миллионы человек по всей стране высказались о поправках в Конституцию Российской Федерации. Напряженная неделя подходит к концу. Однако об итогах пока говорить рано. Мне, как гражданину Российской Федерации, очень важно, кто будет нашим управленцем, кто будет управлять нашим государством. Естественно, я обращаю внимание на семейные ценности, которые на сегодняшний день тоже имеются в поправках Конституции. Для меня, как для семейного человека, для мамы, для супруги, естественно, это тоже очень важный момент. Чтобы избавиться от людей, которые имеют двойное гражданство и паспорта для других государств. Это очень важно, чтобы они не управляли нашей страной. Я считаю, что нужно проголосовать за поправки в Конституцию в части медицины. Потому что каждый гражданин нашей страны должен получать доступную медицину и качественную. Те, кто не до конца ознакомился с полным перечнем поправок, могут сделать это прямо на избирательном участке. В каждом пункте голосования стоят вот такие стенды, где и указаны все возможные изменения в главном документе нашей страны. У нас есть информация об изменениях. Люди подходят к стендам, они читают, они знакомятся и потом принимают свое решение. Мы надеемся, что все придут и выразят свое мнение. Конечно, это же важно. Голосование не обходит стороной тех, кто по разным причинам не может прийти на избирательный участок. Как правило, услугой голосования на дому пользуются пенсионеры, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья. Члены избирательной комиссии обходят свой участок и бросают бюллетени, знакомят людей с тем, что будет скоро голосование. Далее люди могут позвонить нам на участок и проконсультироваться по интересующим вопросам, а также могут подать заявку вне помещения голосования через портал госуслуги. Голосование в режиме повышенной готовности значительно отличается от обычного. На каждом участке соблюдают все меры безопасности. Это наличие антисептиков, средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции, давно ставшее нормой. Кроме того, голосующему дают индивидуальную ручку. После принятия решения он забирает ее с собой. По словам наблюдателей, на избирательных участках наплыв граждан ожидают завтра, в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Чтобы избежать скопления народа, желающие по-прежнему могут голосовать удаленно. Полный перечень изменений в документе можно найти на официальном сайте госуслуг во вкладке «Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ». Все нововведения выделены цветом. Напомним, меньше суток остается до завершения всероссийского голосования.